всем огромный при огромный привет я рада видеть вновь вас на своем канале надеюсь вы рады меня и видеть и слышать ну что ребят мы продолжаем с вами говорить о канале ольга урал очка life но это не обзор стрима от тема благотворительности тема дохода до и монетизации о чем в принципе да и говорилось на уральском стриме и поэтому я решила вот как-то немного затронуть эту тему чтобы люди понимали что такое помощь что такое благотворительная помощь законная благотворительная помощь что является уже по берушничеством и попрошайничеством значит первое что на уральском канале говорилось о том что якобы до монетизацию отключили до денег у них нет они нищие бедные и несчастные и дохода у них нет и что помочь да это благое дело до обратиться за помощью первое что хочу сказать что не надо врать монетизация у всех одинаковая что на уральском канале что на моем канале что на других каналах до доход стал в разы меньше не в разы несколько раз меньше скажем так даже раза четыре ну а это конечно ощущается для таких блогеров как пираты для таких блогеров как уралка которые жить при привыкли да на широкую ногу покупая себе красную рыбку фисташки и прочие вкусности да а теперь ну ездить до отдыхать а теперь это жим-жим поджала денег нет поэтому вот пускай они не врут доход у них есть и приличный доход не всегда такой заработаешь если ходить на работу пускай не прибедняются и не брешь и где-то там до аналитик рассказывал о доходе что доход у них около пятидесяти тысяч я не считаю деньги но не нужно врать не нужно прибедняться и говорить какие они несчастные монетизации в россии нет и прям таки у них нет зарплаты нет зарплаты да но почему-то успешно до вызвали маникюрщицу до мастера по маникюру причесон за делала себе оля в толстую креветку сгоняла и деньги почему-то появились ну или просто до на донатили на открытую карту за который побежали бегом-бегом до в банк потому что просили помощь и вот это вот вранье что один день до у них была опубликована карта и это не один день был было на стриме тоже было и было дважды вот это вот вранье просто надоело далее переходим мы с вами на тему благотворительности я всегда говорил и буду говорить что помогать нужно нужно немощным больным пожилым многодетным у которых действительно много детей доход возможно не так велик или у людей нет возможности до заработать да какие-то проблемы присутствуют где нужна срочная медицинская помощь где какие-то проводят лечения операции за границей и где вот действительно жизнь да зависит на кону жизнь да и я всегда за руками и ногами когда нет вранья когда нет мошенничества но опять же ребят официальная благотворительность это все таки достаточно сложно потому что если вам нужна помощь и вы обращаетесь в фонд да то вас попросят чтобы вы предоставили справки о доходах справки о составе семьи счет из клиники и любое если обращаться средства массовых информации да там тоже самое от вас потребует любая публикация на каком-то сайте где ведется сбор до средств тоже самое потребует до куча документов и в первую очередь да это счет из клиники где прописано сумма сколько нужно денег на лечение если дополнительно нужны деньги на проживание во время там сопровождение ребенка или взрослого который не может быть один это тоже указывается также стоимость дороги если нужно стоимость медикаментов за все это ты должен будешь потом отчитаться о потраченных деньгах я хочу сказать что я не знаю как в россии но мне приходилось сталкиваться с этим и я знаю что в россии тоже четко люди отчитываются и предоставляют документы потому что я много лет была в благотворительности и знаю что и в россии и в украине все практически точно также документов нужно предоставить много и свидетельство о рождении или там паспорт если взрослому нужна помощь справки с работы о доходе справка о составе семьи сколько у вас членов до в семье чтобы понять насколько доход у вас велик счет из клиники приглашение из клиники куча документов все остальное считается неофициальным в том же положение оказалось и урал очка не в положении да а вот в скажем так незаконной до просьбе о помощи незаконной благотворительности то есть мы с вами не увидели не счета из клиники как эта бумажка висела с назначениями ну хорошо что она сходила значит на прием причем странно там было что там были сразу указаны диагнозы там не нужно было значит никакого экстренного лечения экстренной госпитализации выставлены сразу диагнозы по той причине что эти диагнозы уже были раньше и поэтому врач спокойно продублировал но из карты наверное из карты пациента потому что просто так на фоне пощупывания постукивания никто не выставит никогда диагноз поверьте врачи никогда такого не делают и получается урал очка у нас собрала денежки до успешненько не за один раз публикуя счет пусть она не врет это был не один раз успешно собрала быстренько бумаженцию тут же причем она ее убрала показала какую-то коробочку якобы с пилюлями кто вы знает эта коробочка может у нее уже лет пять такая же имеется и она пьет таблетки мы же с вами не знаем никто нам не показывал упаковочках лекарства никто не показывал чеки то бишь получается все это обдуривание людей да и по поводу того что бедные нищие и оказались такой ситуации что они сначала кричали работаем работаем прям зарабатываем тоже время орут что youtube не платят монетизаций нет а где простите вы работаете али сейчас в отпуске от шитья простите где же вы работаете где вы работаете вот расскажите расскажите а то мы не понимаем где вы работаете и где вы зарабатываете деньги если youtube вам не платит но вы говорите что вы работаете вы получили деньги и отдали их за памятник так это ваши дела семейные и это ваш долг поставить маме памятник это ваш долг и вы обязаны это делать а то памятник вы поставили на таблетки денег нет и получается да если бы вы купили таблетки то получается подписчики должны были ставить памятник как на канале до виталики ангелина поборы были на похороны да точно так же да здесь тоже отдали деньги на памятник а что ж раньше когда хорошо зарабатывали не экономили совсем все распускали направо и налево ребят но вот такое вот можно назвать вот чисто обдурила вода обдурила людей и отбирала во людей и вот противно противно слушать эти дурацкие оправдание не грех помочь не грех принять помощь не грех помочь действительно не грех помочь тем кто нуждается в помощи по поводу налогов любой доход который вам приходит на карту или счет это какой-то левый доход и действительно если идет официальная благотворительность то твои доходы фиксируют фиксирует и ты потом должен отчитаться я не знаю как в россии но у нас именно так и чтобы официально подтвердить то что тебе нужна благотворительная помощь тебе нужно ой сколько побегать по инстанциям чтобы получить бумагу что действительно ребенок или взрослый нуждается в экстренном лечении либо дорогостоящих медикаментов и нужен сбор средств и открытие официального благотворительного счета не знаю как сейчас но раньше было именно так и чтобы все это организовать ой сколько нужно времени сил и опять же средств которых и так нет поэтому я ничего хорошего не могу сказать о том чем занимались сафар с олей обычное поберушничество самое обычное поберушничество и никак оно не связано с благотворительностью благотворительность когда люди нуждаются в помощи срочной экстренной помощи и здесь да не грех помочь когда на кону стоит жизнь или нужно спасать какие-то жизненно важные органы и тогда да но опять же нужно предоставлять кучу документов мы не видели никаких документов мы не видели сколько пришло средств также мы не видели куда они были потрачены и оля говорит я не обязана не обязана отчитываться вам ты не обязана а поберушничеством заниматься ты получается можешь а отчитаться не обязана потому что отчитываться нечем деньги были потрачены может быть мелочь какая-то действительно на медицинские цели все остальное хорошие хорошие запросы были хорошие толстая креветка до прическа маникюр выездной не знаю боюсь просто предположить за педикюр надеюсь уже до такого не дойдет закупка еды чем плохо чем не халява ребят я не знаю как считаете вы но для меня такая благотворительность не благотворительность а просто мерзость мерзость и обман людей это не есть хорошо в общем я выговорилась и думаю что со мной многие согласны помогать людям нужно но только тем которые действительно нуждаются в помощи в общем ребят заканчиваю свой такой монолог и спасибо что смотрите меня спасибо что поддерживаете вы самые классные вы самые крутые вы самые юморные вот вы у меня настоящие до самые настоящие огромное вам еще раз спасибо и ребят я буду заканчивать на и прекраснейшего вам настроение позитивных эмоций мирного неба над головой любви добра понимания конечно же мы хорошие здоровья берегите себя берегите своих близких я вас обнимаю всем пока пока